Значение трудов представителя для страны и всего православного мира отмечено и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства подписал указ о награждении Святейшего Патриарха Кирилла Орденом за заслуги перед Отечеством Первой степени. Отмечаются выдающиеся заслуги Святейшего Владыки в сохранении развития духовных и культурных традиций за активную просветительскую и миротворческую деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами. Ну и в продолжение темы еще одно сообщение из российской столицы в Храме Христа Спасителя в Патриаршем музее церковного искусства состоялась церемония открытия фото-выставки «Сын церкви». Этой экспозицией были открыты официальные мероприятия, посвященные 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Посетители увидели кадры истории и современного развития церкви. Выставка организована пресс-службой представителя Русской Церкви. Материал Галины Ледвиной. В центре экспозиции «Патриарх». Множество событий с 7 лет служения главы Русской Церкви отражены в фотографиях. Кадры рассказывают об истории жизни Патриарха Кирилла до интронизации, раскрывают его личность как предстоятеля церкви, освещают изменения в мире и церкви. Первыми посетителями выставки стали митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии, министр культуры Владимир Мединский, народный артист России Сергей Михалков. На выставке представлены фотографии неизвестной широкой публики. Это фотографии из архива Патриарха Кирилла о его жизни до интронизации. И это фотографии его семьи. Это фотографии родителей, деда, прошедших через сложнейшие периоды нашей истории, пострадавшие в 30-е годы и сохранившие веру, сохранившие свою жизнь во Христе. И это фотографии, отражающие становление мальчика, выросшего в церкви. Во время церемонии открытия министр обратил внимание на то, что русская культура и русская церковь неразделимы в разных видах искусства. И как свидетельствует эта выставка, в том числе и в искусстве фотографии. Мне кажется, эта выставка интересна еще и тем, что речь ведь идет не о юбилее конкретного человека. Это выставка об истории русской православной церкви 20-го века. И на живых примерах, на примерах Святейшего, его жизни, его родителей, его деда. Вы увидите здесь эти фотографии. Это история, сопряженная с историей нашей страны, раскрывается особенно интересно. Иллюстрацией церковного служения предстоятеля стало открытие множества новых храмов в России и за рубежом. За семь лет служения патриарха Кирилла выросло число епархий в России, увеличилась численность духовенства. Фотографии отражают лишь малую часть. Многообразные деятельности предстоятеля русской православной церкви подчеркнул митрополит Варсонофий. Деятельность очень богата различными событиями. Это посещение епархии. Здесь отражены, конечно, некоторые моменты ее посещения. Это встречи с лидерами мировыми. И вот мы наблюдаем свою деятельность. Конечно, видим, что здесь Святейший черпает силы для такого огромного труда. Конечно, в богослужениях. Здесь немножко тоже есть фотографии, которые показывают ее богослужения, где он глубоко проникает в молитву и черпает для себя благодатные силы, которые помогают ему отвезти наш корабль в это непростое и смутное время. Фотография этой миг между прошлым и будущим отметил в своем выступлении народный артист России Никита Михалков. Он подчеркнул, что на фотографиях экспозиции в разные эпохи запечатлены образы иерархов и священнослужителей прошлого и молодого будущего патриарха, которые сливаются в единый образ Русской Православной Церкви. К сожалению, в эту выступку увидят не очень много людей. А я считаю, что вот то, что мы здесь видим, умноженное на тысячу, должно стать возможным быть увиденными, понятыми и почувствующими огромным количеством людей. Для того, чтобы хотя бы немножко ощутить смысл и значение того, что является собой для нас, особенно сегодня, Русская Православная Церковь. В завершении церемонии открытия сообщили, что выставка в Храме Христа Спасителя в Москве продлится до конца декабря, а начиная со следующего года планируется представить ее в других городах России.